Историческая драма Викинги, которая стала хитом канала History, в настоящее время находится на последнем своем перерыве. Чуть позднее в этом году зрители увидят эпичное завершение скандинавской саги и узнают о судьбах выживших сыновей Рагнара – за исключением одного из них, которого вообще бесцеремонно исключили из сюжета. Если вы следили за викингами, то, вероятно, думаете, что оригинальный герой Рагнар Лодброк произвел на свет достаточно кровожадных сыновей, чтобы удовлетворить любого средневекового норвежского короля. Интересно, что его потомки не были придуманы создателями сериала. Существуют исторические источники существования всех сыновей Рагнара, показанных в сериале. У настоящего Рагнара действительно было две жены, но они родили ему больше сыновей, чем мы видим в сериале. Помимо мимолетных упоминаний в англо-саксонской хронике конца IX века, современные историки черпают информацию о жизни Рагнара Лодброка и его сыновей из саг и неполной коллекции скандинавской, датской, шведской и исламской мифологий эпохи викингов, которые дошли до наших дней только в частичной форме. В то время как некоторые ученые утверждают, что рассказы Рагнара и его потомства следует воспринимать как фольклор или просто миф, некоторые события, описанные в этих историях, хорошо сочетаются с англоязычной историей, так называемого Великого Язического Нашествия, полученной из достоверных источников. Согласно этой исторической записи, в сериале отсутствует как минимум один из сыновей Рагнара. В течение периода времени, на который ссылаются саги, и который показан в сериале, массивная скандинавская армия высадилась на северном и восточном побережьях Англии и почти уничтожила доминирующую англо-саксонскую цивилизацию последовательными волнами вторжения. События этих вторжений викингов были показаны в четвертом и пятом сезонах, где сыновья Рагнара отплыли в Англию, чтобы отомстить за смерть своего отца от рук нортумбрийского короля. Интересно, что смерть Рагнара в нортумбрийской яме со змеями также была взята непосредственно из саг. Историческая запись включает в себя отсылки на всех сыновей Рагнара, с которыми знакомы поклонники сериала. Убе и Ивор, в частности, играют огромную роль в историческом языческом вторжении в Англию. Исторические отчеты также ссылаются на другого Лодбрака, возможно, более значимого, чем многие персонажи, включенные в сериал. Хальфдан Рагнарсон был предположительно военачальником викингов вместе со своими братьями Убе и Ивором. Он ввел людей Великой языческой армии 860-х годов и почти стер Уэссекс с карты. Но где он в викингах? Хальфдан упоминается и в сагах, и в исландской эпичной поэзии. Он явно упоминается как один из многих сыновей Рагнара Лодбрака. Согласно этим литературным источникам, он считается пятым сыном королевы Ослаук, второй жены Рагнара. Поскольку и Рагнар, и Ослаук уже были убраны из викингов, мы знаем, что у них больше не будет сына. Возникает вопрос, почему его не добавили? Хальфдана не было в сериале не из-за отсутствия исходного материала. Он жил впечатляющей жизнью на уровне своих братьев. Исторические записи говорят о Хальфдане в собственном Уэссексе во время Великого языческого похода. В конечном итоге он поселился в Нортумбрии, регионе Англии, находившемся под широким датским контролем. И там он умер около 877 года. Несмотря на то, что сериал показывал примерно то же самое время, исторические достижения Хальфдана, безусловно, достаточно существенно пересекаются с сюжетом, и создатель истории, Майкл Хёрст, объяснил этот нюанс. Согласно Daily Express, у Хёрста была крайне рациональная историческая причина для исключения Хальфдана из сериала. Согласно исследованию Хёрта, прежде чем составить сюжет для пилота, он обнаружил, что в скандинавских сагах, которые он брал за исходный материал, никогда не упоминается Хальфдан, в отличие от Хвицерка, другого сына Рагнара. Хвицерк упоминается в скандинавских историях, тогда как Хальфдан – в англосаксонских. В результате некоторые ученые пришли к выводу, что Хальфдан и Хвицерк могут быть одним и тем же человеком. Поскольку вся сага о Лотбраке имеет сомнительную историческую достоверность, вполне возможно, что так оно и было. Вместо того, чтобы увеличить историю, добавив еще одного сына Лотбрака, Хёрст решил согласиться с учеными. Так что в некотором смысле Хальфдан включен в популярный сериал просто под другим именем. – Так что я понимаю. Первая половина шестого сезона Викингов сейчас транслируется на Amazon Prime и History, но совсем скоро, в конце 2020 года, весь сериал подойдет к завершению. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров Ф.Горелова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...